Это похоже на настоящий выбор. Участки в школах и техникумах закрыты, и кабины прозрачные урны. Музыканты создают праздничное настроение. Вот только принцип голосования несколько иной, рейтинговый. В списке можно поставить галочку напротив нескольких фамилий. С восьми утра на участках аншлаг избиратели выстраиваются в очереди. Мы предварительно уже выбираем того человека, который нам нужен будет у власти, к которому мы можем обратиться. Мы знаем его. В Самарской области с утра было открыто 354 участка. Впервые в истории современной партийной системы проводится предварительное голосование. Не чиновники и олигархи, а сами избиратели формируют команду, которая будет представлять их интересы и в национальном, и в региональном парламентах. Войти в список мог каждый житель России, причем неважно в каком регионе. Сами правила проведения праймерис устанавливали границы. Такие как отсутствие судимости, двойного гражданства, обязательное участие в теледебатах. А далее решают уже всем миром. По мнению губернатора, на предварительном голосовании людей даже больше, чем на выборах. Но это объяснимо. Участков меньше. Кроме того, сам процесс получения бюллетеней более сложный. Любой гражданин Самарской области, не только Самарской области, мог приехать и выдвинуть свою кандидатуру. И люди вот сейчас смотрят, список очень большой, людей очень много. В кабине выбираешь, когда ставишь галочки, там надо поставить очень много галочек, потому что выдвинулось очень много людей. Кто получит наибольшую поддержку, еще раз хочу сказать, из тех будут определяться кандидаты в депутаты. И в Государственную думу, и в Губернскую думу. Глава региона прокомментировал также решение вывести его кандидатуру из списка участников предварительного голосования. Согласно рекомендации Генсовета партии, участие губернаторов нежелательно, тем более тех, кто получил хорошую поддержку на выборах. Это для того, чтобы усилить конкуренцию. Председатель Городской думы Галина Андреянова считает, что сегодня важно сформировать эффективную команду и в Государственной, и в Губернской думе. К сожалению, есть в сегодняшнем СОСИ, ведь все депутаты, которых мы не видели, не знаем в Государственной думе, и, соответственно, они не работают для Самарской области. Мне бы очень хотелось, чтобы тогда, когда пройдет вот этот предварительный отбор, и тогда, когда пройдут выборы 18 сентября, у нас все депутаты работали для Самары и для Самарской области. Окончательные итоги станут известны позже. Серьезных нарушений на участках не зафиксировано. Я увидел, что нет подвозов специальных, я увидел, что нет каких-то технологий, я увидел, что на самом деле люди идут, вы посмотрите, даже по выражению лиц людей, видно, что они пришли и делают самостоятельный выбор. Именно тех, кто получил наибольшую поддержку, станут известны к концу недели. Но уже сегодня понятно, что этот день стал историческим для России, когда народ откликнулся на призыв партии власти и выразил свое мнение по ее формированию. Олег Зверев, Алексей Золотенков, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова